Представитель знака Зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз – личная жизнь до конца 2024 года. Он очень благоприятен для построения искренних отношений, душевного тепла, когда нам очень комфортно в этих отношениях. Ведь дракон ценит не просто чувства, где-то эмоции нет. Здесь дружба, когда партнер партнеру подстать, мы говорим, когда идеальная пара, вот ее создать самое время, и вот все то, что надежно, то, что от сердца, от души идет. Дракон не терпит фальши, и поэтому мы будем большими реалистами в 2024 году. Вот давайте узнаем через образы карт, мои дорогие Водолеи, как проявит себя ваш партнер в уже сложившемся союзе. И как раз в год дракона мы можем укрепить наши отношения, найти взаимопонимание, осуществить те глубокие разговоры, которые, как недосказанность, может быть, тянутся из прошлого. Будет ли новое знакомство, узнаем, какие возможны перемены в вашей паре или в вашей жизни, и в целом, как изменится ваша жизнь в 2024 году. Первую позицию мы достанем три карты и спросим о вашем настроении или в вашем настрое, общий фон, то, как вы настроены, мои дорогие Водолеи. Три карты. Или на что вы настроены проявляться, каким образом. Ну, вот что нам расскажут. Ваши сильные стороны или что вам будет помогать. Как проявит по отношению к вам партнер, ваш партнер. Как он проявится в целом. Будет ли новое знакомство. Будут ли новые отношения для вас, мои дорогие Водолеи. Что может помешать. Вот такую карту мы достанем. Будет у нас карта следующая, как подарки судьбы. Или продолжение следует. Это как, чем закончится, или как там дальше будет продолжаться какой-то союз, или что вас ждет уже где-то с прицелом на 25-й год. Сюрпризы какие-то возможные. И карта совет. Итак, давайте будем смотреть. И первые три карты у нас. Это о вас, мои дорогие. А это вы сами. Ваша энергетика. Это то, что вы задумали. Ну, знаете, как правда и ничего, кроме правды. Паш Мечей и рядом Король Мечей. И пусть даже, мои дорогие Водолеи, меня сейчас смотрят и не только мужчины, но и девушки. Так вот, это энергетика, как у Короля Мечей, который видит очень конкретно, рационально. Это где-то связь нашего интеллекта и той реальности, которая создалась. Может быть, тут как раз построить отношения, вот ваш настрой, чтобы это было умелое взаимодействие между чувствами и материализмом, рационализмом. Как будто не путать, не смешивать, все в одну корзину не класть. Может быть, кто-то из вас входит в 24-й год с тем намерением, что если отношения, ну, не имеют продолжения на далекий период времени, значит, нужно все равно быть счастливым, отказаться от того, что не может быть продолжено. Вот правда, здесь проходит какая-то истина. И сколько себе, не замыливай глаза, как будто нужно принять то, что сложилось на данный момент. Я не могу сказать, что здесь на первый план у вас выступают эмоции. Нет, все-таки у вас, мои дорогие водолеи, могут выступать, кстати, или ваши какие-то начинания, или ваши планы, или у кого-то это может быть, как, знаете, амбициозное намерение построить карьеру, или создать свой бизнес. Но вот ваша именно задумка от начала до конца. Вы как будто будете пропитаны своей какой-то идеей, но вместе с тем и партнер вам должен быть подстать. Вот как будто такой у вас настрой. Есть еще и такой момент, когда я где-то готов не тянуть, не затягивать, может быть, ту ситуацию, или те отношения, которые я, ну, вижу, они меня, ну, как-то деструктивно, либо на меня влияют, либо я готов отказаться, вот, да, причем отказаться достаточно быстро, скоро. Я готова к быстрым решениям. Вот у кого-то и так может проиграться, поэтому будьте все-таки внимательны, не торопитесь чем-то. Ну, нужно просчитывать действительно, может быть, и материальную составляющую для тех, кто в паре. Меня ведь смотрят разные люди. чтобы где-то не поторопиться, не погорячиться с принятием решений и, правда, от чего-то не отказаться, то, что может быть как раз продолжено. Давайте мы посмотрим ваши сильные стороны. Вы – большие реалисты, и у вас идет карта самореализации, шикарная. Можно сказать, самая лучшая карта по части, когда мы осуществляем свою мечту, наше намерение. И здесь как и амбиции, как чувство и любивые планы, все то, что я уже сказала, и это то, что у нас проявляется в реальной жизни. Это то, что мы где-то запланировали, а это то, что вы уже достигли. И у вас, правда, большие перспективы, как и по работе, либо по службе, либо по вашему бизнесу. Для кого-то из вас вообще может быть, когда вы решите работать на самого себя или на саму себя, и вам придется много времени этому уделять. Но карта говорит еще и о материальном благополучии, которое вы можете отстраивать. И опять же, это тоже потребует от вас много времени, и вы можете что-то поставить на паузу. Вы настроены очень рационально, нам об этом сказали. Какая-то материальная составляющая – это ваша сильная позиция. И вообще, вот посмотрите, ваша сильная позиция от начала до конца. Две удивительные карты, совершенно противоположные по значению. Так вот, вы настолько, мои дорогие водолеи, рациональны, сильны и прагматичны, если мы говорим о важных сторонах. И в вашей жизни в 2024 году может быть, произойдут те события, которые, но отчасти будут напоминать американские горки, правда. И если карта повешенного – это карта, ну, где-то паузы, будем говорить, то если мы берем просто по времени, вот эти две карты рассматриваем, то колесо фортуны – это внезапное ускорение. Это то, чего мы не можем отложить на потом. Мы не можем себе сказать «я подумаю завтра». Это в моменте «здесь и сейчас», исходя и из рационализма какого-то, из умения видеть вещи такими, какие они есть. Вам, может быть, придется куда-то поехать, отправиться или решать какие-то вопросы. И правда, сильная вроде бы позиция, но вам придется совмещать, по сути, несовместимое, но у вас это получится. Может быть, для кого-то это еще означает все-таки по двенадцатому аркану. Это ваши те прежние отношения, которые или фы которых вы себя ощущали как в роли жертвы. Они не приносили вам душевного покоя, тепла, ну, не было, может быть, и взаимопонимания. И вот эта подвешенная ситуация, вы раз и навсегда с чем-то разберетесь. И знаете как? Произойдет. А следом что-то новое придет в вашу жизнь. И вы будете готовы на это откликнуться. У кого-то будет так. Умелое вот как раз переключение между энергиями или умелое где-то переключение между возможностями и эмоциями по королю кубков. Правда, вот такое может быть. Я об этом как раз подробно говорила. У вас не просто сильная позиция, а тут как маг-волшебник совместить то, что, в принципе, совместить сложно. Как и с чем-то разобраться, так и не упустить новые возможности. Как же проявит к вам партнер? Может быть, у вас настолько сильная позиция, что он будет бояться вашей сильной позиции. Правда? Восьмерка мечей – это карта внутренних страхов. Или у партнера, поскольку вы очень рациональны, у него где-то будет такое ощущение, что что бы я ни сказала или не сказала, ну, смотря кто меня смотрит сейчас, вы все можете подвергнуть анализу. Все проанализировать, разложить все по местам, по полочкам, и аргументов не останется. Ну, наверное, не будьте чересчур хладнокровны, потому что я имею в виду, ну, какую-то жесткость. Сохраните душевность, мои дорогие водолеи, несмотря на вашу сильную позицию. Тут вам может человек что-то предлагать по справедливости. У кого-то из вас, что я имею в виду, вот паркану справедливости – это, по сути дела, то, что мы оформляем в высоких инстанциях. Или у кого-то вопросы в суде. Или когда нужно завершить какую-то историю, может быть, и вашему партнеру, ну, придется завершить какую-то прежнюю историю, поставить в чем-то точку. Но это карта баланса. И человек, который будет возле вас, я не могу сказать, что ему будет легко как-то сбалансировать либо свои эмоции, либо определить где-то, что вы думаете. Или если вы вот так рациональны, можете отделить зерна от плевел, существующие от иллюзий, или то, что как ваше намерение вы хотите осуществить, и то, что где-то фантазия, то человеку это будет сделать сложно. Для кого-то из вас это будет, может быть, человек, который моложе вас, или в вашем возрасте, или старше даже, но есть определенное, как, знаете, сомнение, или какая-то детскость, вот это тоже есть, когда мне сложно с партнером договориться или найти взаимопонимание, потому что он сомневается, он не может принять какого-то решения. Решение он примет, но может быть не так быстро, как вам бы хотелось. Поэтому, ну, мы все разные, примите это внимание. И вам, мои дорогие водолеи, вот это, наверное, самое главное, что я должна озвучить. У вас очень сильная позиция. И я сказала, совместить несовместимое. Не ждите от людей, что они будут такими же, как вы. Вас могут любить, с вами хотеть продолжать отношения и узаконить отношения, тоже могут хотеть. Но сказать, что, ну, прямо тандем будет мыслей, то я этого сказать не могу. Может быть, вы очень будете быстры в каких-то ситуациях. Быстро принимать вот эти самые решения, анализируя обстановку. А ваш партнер нет. И он где-то как будто отстает от вас. Ну, может быть, по части интеллекта. Ну, я не имею в виду что-то плохое. Но вам соответствовать сложно. Поэтому будьте благородны и снисходительны, мои дорогие водолеи. Новое знакомство. Да, точно. Причем перемены. Те перемены, которые, знаете, как сносят все старое, отжившее. Ну, наверное, как вихрь, как торнадо. По карте колесница. Отпускай все прошлое, встречай все новое, что приходит на твой порог. Где-то перемены в поездке. Перемены как знакомство с человеком, причем очень надежным человеком, который для жизни, который, знаете, прочно стоит на ногах, сам сделал себя, который будет иметь к вам, ну, серьезные какие-то намерения. И те, которые, знаете, он рассчитывает сам на себя в первую очередь. И те, которые, вот если мы говорим про намерения, они не эфемерны. Это где-то не совсем эмоции. Здесь, опять же, материализм, конкретика. И вот такая история любви вас может, правда, захватить с головой. Давайте я посмотрю еще третью карту, открою. Интересно. Вы знаете, вот вы можете познакомиться с человеком в паре вы или нет, мои дорогие водолеи. Когда, ну, вот, любовь идет под разными флагами, и мы никогда не знаем, где же она нас застанет. Вот так. И здесь, может быть, для кого-то из вас даже, у вас сейчас есть союз, но вот словно врываются в жизнь, ну, какой-то приходит в жизнь другой совершенно человек, и мне с ним хорошо. Вот такое может быть у вас ощущение. И человек, ну, где-то вторит вам. И тогда будет выход из лабиринта, и какое-то окончательное, может быть, решение. И я не могу сказать, как прежняя тогда история будет продолжаться, потому что тут, скорее всего, вы измените ракурс вашего внимания в плане партнера или дальнейших партнерских отношений на 180 градусов. Здесь, наверное, высшие силы. Само проведение с новым знакомством изменит вашу жизнь. У кого-то это проиграется. И это может быть связано где-то знакомство, как и в путешествии, как я сказала, или перемещение. У кого-то это может банально поездка быть. И не очень далеко мы никогда не знаем, где мы встретим нашу судьбу. А у кого-то и на расстоянии прилично, может быть, в другой стране. У кого-то это будет связано, новое знакомство. Предположим, релокация офиса. Или ваша работа, связанная с командировками. Так тоже может быть. Или какое-то ваше дело, занятие, когда вы, кто-то развивает бизнес-творчество и расширяется ваш социум, ваше знакомство, они увеличиваются. И здесь тоже как будто мы подстать. И тут будет действительно и выход из какой-то прежней, может быть, жертвенной ситуации. И из этого самого лабиринта. И вы будете настроены, и партнер будет настроен. Может такое быть, когда мы оба оставляем какую-то прежнюю историю позади. И теперь мы единое целое. Ну вот интересно, для тех, кто один или одна, так вообще тут, да, перемены, перемены, причем счастливые перемены, мои дорогие водолеи. Давайте мы посмотрим, что может помешать деньги, зарабатывание денег. Когда вы чересчур материальны, когда не остается душевности, мои дорогие, тепла для самого себя, самой себя. По тузу Пентаклий может какая-то новость выбить из колеи. Вот иногда по тузу именно Пентаклий и проходит как новость или какой-то документ или еще что-то, которые мы получаем внезапно, где-то мы не ожидаем. На время нас это выбивает словно из колеи, потом проходят дни какие-то, и мы понимаем, зачем это было нужно. Но это для небольшого количества проиграется, я так думаю. В основном именно какой-то материализм и ваша сильная позиция, когда захочется реализовать свой собственный проект, и вы не увидите вот этих самых возможностей, или откажетесь от них. Будет важно не отказаться, не отрезать, чтобы для вас, мои дорогие водолеи, вот этот туз мечей означал выход из лабиринта, но никогда я словно что-то отрезаю и отказываюсь от чего-то. Будьте внимательны. Каково же продолжение следует шикарно, возможности туз жезлов? Это жизненная энергия, мои дорогие, это импульс, это как приходят к нам, ну, в дальнейшем, на 25-й год, если мы смотрим, как подарок судьбы, правда, какая-то возможность. Но тут больше жезлы, дела, работы, бизнес, как самореализация, или деньги, или, может быть, от вашего окончательного решения где-то, и будет зависеть ваше счастье, мои дорогие. Решитесь вы на что-то или нет, но как будто выбор делать придется в этом году точно. Совет, правда, выбор придется делать. Двойка, не просидишь на двух стульях, какое-то время можно и вашим, и нашим. Может быть, вам и придется где-то понимать, или, ну, вот уравновесить, да, вот эту дуальность. Есть те люди, которых мы не исключим из нашей жизни. Это коллеги, соседи, какой-то социум, руководители, допустим, и добрососедские отношения, то, что называется взаимопонимание какое-то, в том формате необходимом, чтобы себе не осложнить какую-то ситуацию, не наплодить каких-то недоброжелателей, да, к примеру. Поэтому лучше со всеми нейтралитет, как минимум, сохранять. Но есть и другие отношения, в которых выбор делать придется. Там, где эта дуальность не пройдет. И вот где-то понимать, где что мне применять, с кем договариваться, с кем быть дипломатом. А в каком вопросе? Ну, может быть, и закрыть этот гештальт, вот как найти выход из лабиринта. Правда, выбор есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, удивительный расклад, но и правда для вас и 2024 год, и на последующий период. Это года ваших возможностей. Причем кардинально как-то по-другому. Перекладывайте на себя, и будьте счастливы и любимы всегда. Тут не всегда. Тихо.